Багдеско, в конце 2011 года, рыцарь Граюрович. И мы очень рады, что сегодня, в день открытия и выставки, Владимир Горьевич приехал из Москвы с тем, чтобы вместе с нами разделить и сей торжественный момент. Я с удовольствием предоставляю ему слово, тем более, что Владимир Горьевич еще невероятным образом и он помог нам с организацией, но это очень хороший, мгновенный текст об этой выставке. Пожалуйста, Владимир Горьевич. Добрый вечер, Владимир и друзья. Действительно, это наша вторая совместная работа. Я тоже сегодня пришел, два часа назад, и восхищен оформлением этой выставки. И я представляю, как это все сложно. Казалось бы, внешне все это, вот, висят там 80 работ. Но за этим большой труд всего коллектива стоит, в небольшом виде прилетел этого музея. Вот, и я очень рад, просто восхищен вашей профессиональной деятельностью. Большое вам спасибо. Спасибо, что вы пришли на открытие. На несколько слов о Серебрянном веке. Это удивительная вообще моя эпоха. Удивительная эпоха, на сломе 19-20 века, при тех катаклизмах, которые настрелили Россию, экономических, политических. Вот такой всплеск русской культуры начала века, начиная с философии, шествы, гердяев, флоренский. Балеты, дягилев, которые потрясли Париж, музыка Скрябина и Рахманинова, мир искусники, которые внесли в живую струю русскую живопись. И можно продолжать и продолжать. И, безусловно, музыка и поэзия более чувствительно всегда относятся ко времени, более чутко прослушивают ее. И поэтому поэты и музыканты как бы всегда были на виду. И до сих пор мы ценим тот период, которым они творили. Феномен, конечно, 20 веков, уникальный феномен вот этого, этих десятилетий. Серебряный век с легкой руки Бердяева, по мнению специалистов, он впервые, кажется, обозначил этот период. Вот это был, конечно, не век, это был, к сожалению, 20-летие. По мнению специалистов, можно датировать к концу 90-х годов, когда мир искусники организовали свои выставки, выпускали журнал. К сожалению, Серебряный век кончился в 22-м году примерно, когда Серебряный век на теплоходе Колосовском уехал в Туманное море, уехал далеко на запад. В 22-м году погиб Гумилек, в 22-м году умер Блок, в 21-м, да. И вот на этом, когда специалисты говорят, что взлет Серебряный век и закончится, то есть это 25 лет, четверть века. Да, остались поэсты Серебряного века в России, но судьбу их вы знаете. Много лет не печатали Ахматова и Пастернака. Есенина мы с вами узнали, по крайней мере, массовый читатель узнал только в 60-е годы, усилиями Прокуршева. Не печатали, естественно, Мадальштана, те, кто погиб, погибли крестьянские поэты. То есть была внутренняя эмиграция, к сожалению, много десятков лет. Ушел в жизни Маяковский, ушел в жизни Синий. Вот такая грустный закат Серебряного века. Но как много поэтов дары, понимаете. То есть это был не единый какой-то цех поэтов. Продолжение следует...